Слушай, раз о будущем зашла тема, когда мы с тобой уже елочку нарядим, как-то к Новому году приобщимся? Давай сначала с этими счетами на аренду. Разберемся! Хотя бы на январь, как бы за этот год. Слава Богу, с говорим, пополам закрыли. Теперь надо подумать, как нам в январе. А потом уже елочку. Можно елочку в январе поставить? А я же могу Дед Морозом подрабатывать. Нормально. Это нас как бы спасет. А как получится? Два Деда Мороза, что ли? У нас Снегурочки-то нет в команде. Слушай, ну я могу, в принципе, парик у меня хорошо может сидеть на моей голове. В Древней Греции, между прочим, актеры были только мужчины. Ну все, договорились. Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». В студии Иван Червинский. И Александр Карельский. Друзья, привет! У нас для вас сегодня очень интересные новости. И начнем мы, конечно, с праздника. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз поздравляем всех наших друзей из замечательной, потрясающей страны Казахстан. 16-17 декабря празднуется этот праздник. Поэтому, друзья, только вперед, Алга! Ну и разумеется, наш дорогой друг Димаш Кудайберген не оставил свою любимую страну без подарка. И выпустил потрясающий клип Елим Менин. Мы с тобой, кстати, его посмотрели. Даже сделали реакцию. Кто не видел, посмотрите. Мы постарались передать первое свое впечатление вам. Это была первая наша реакция? Обычно мы просто смотрим. Такая новость! Мы сидели, работали, даже не предполагали. Вдруг звонок на канале Димаша. Мы смотрим. Боже мой, какая красота! Давай запишем. Поэтому важно, чтобы получать уведомления, нужно проверять колокольчик о свежих выпусках. Он где? Вот здесь находится. Ну и разумеется, в преддверии этого праздника страна награждала своих героев. И Димаш Кудайберген тоже не остался без наград. Получил целых две медали. Одна из которых гласит так. 25 лет Ассамблеи народа Казахстана. Юбилейной медалью награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в укрепление общественного согласия в стране, обеспечение единства народа Казахстана. Все по делу. Все по делу, да? Да. И еще одна прекрасная золотая медаль. Берлик. Единство народа Казахстана. Государственная награда Республики Казахстан является высшим знаком общественного признания. Мне нравится вообще, когда премии дают справедливо и за дело. А не просто за какие-то былые заслуги. А ты заметил, что каждый год Димаш получает награды регулярно? Он и работает каждый год без остановки. Постоянно что-то у него новое, постоянно приносит пользу. Причем не только своей стране, а приносит пользу всему миру. Вообще, у Димаша, мне кажется, нужно поучиться, как нужно родину любить. Смотришь, как он на дне независимости спел, и прям аж патриотизм тоже просыпается внутри себя. И вот тот самый случай, когда меньше слов о патриотизме, а больше дело. Ну ясно. Ну и разумеется, также в преддверии этого праздника было снято очень много интересных документальных фильмов, которые мы тоже посмотрели. Один из которых, это серия была фильмов «Таланты независимости». И там многие личности Казахстана были представлены в этих сериях фильмов. И в одной из серий как раз речь шла о Димаше. Мы посмотрели этот фильм, и даже нам удалось сделать перевод и дубляж фильма. Поэтому посмотрите на нашем канале, он тоже есть. Мы сделали не только дубляж на русском языке, который вышел на канале «Алга Петербург», еще мы сделали субтитры на этот фильм на канале «Эхо Питера». Так что, мои друзья, если вы хотите смотреть этот документальный фильм в английском, мы поставим ссылку в описании, так что вы можете смотреть на нашем канале «Эхо Питера». Многие сейчас спросят, зачем так много сложных видео? А мы ответим, друзья, что новостями о Димаше уже интересуются не только в Казахстане, в России, а во всем во всем мире. И люди буквально вот жаждут этой новой информации. И вот мы стараемся ее вовремя осуществлять для всех друзей канала. Все-таки не очень много информации на английском языке, очень много на русском. Это очень хорошо уже, что вот Россия сейчас полна, получается, различной информацией. Есть и бэкстейджи, есть и передачи разные интересные. Есть уже что посмотреть. Да, есть такие беседы, которые иногда по пятницам могут радовать кого-то из зрителей. Но хочется, чтобы было еще обязательно и на других языках, то есть на английском обязательно и на испанском. Поэтому мы на канале Эхо Питера тоже стараемся немного популяризировать Димаша и за Атлантическим океаном. И надо отдать должное еще один фильм. Появился «Голос Казахстана», тоже с участием Димаша. Этот фильм я пока еще не смотрел, оставил себе на сладенькое. Вот жду, когда у меня освободится время, чтобы серьезно послушать. Так что, друзья, если вам понравились, например, фильмы, которые мы уже сделали, и вы хотите, чтобы мы также сделали с новым фильмом, вы нам напишите, и мы, наверное, сможем найти время. Ну и что хочу отметить? Очень высокого уровня качественной передачи. И получается, что режиссерский уровень в этой стране очень хороший. Да, да. Может быть, Саша, просто ты редко смотришь телевизор. Но на самом деле на телевидении работают настоящие профессионалы. Но уровень режиссуры тоже в документальных фильмах очень высокий. И также мы с тобой с Майо Бигбаеву смотрим. Там же очень интересный сюжет. И так выстроен фильм, что ты его не выключишь через 5 минут. Ты его хочешь досмотреть до конца. Несмотря на то, что объем фильма большой. Я тут задумался, вот на какую тему. Димаша, мы знаем, уже проявил себя и в роли режиссера, когда снимал свой собственный клип. А вот в новых видео он тоже себя интересно как-то пробует, подсказывает, дает ли какие-то, может быть, советы тем людям, которые работают с ним на площадке. Потому что видно, что... Мне кажется, что я настолько много уже посмотрел видео с Димашем, и видно, когда Димаш подключается. То есть вот почерк, рука, его уже вот как-то видна в некоторых видео. И ты знаешь, я сразу вспомнил, был такой знаменитый режиссер еще в Советском Союзе. Андрей Тарковский. А, это тот, который Солярис, да? Андрей Рублев, да? Сделал фильм. И Зеркало, да. Вот три картины, которые регулярно вообще попадают, Вань, в списке лучших кинопроизведений всех времен. Я думаю, это неспроста. Вот, к сожалению, в тот момент, когда эти фильмы появлялись, я не мог их оценить, потому что был маленький. А сейчас вообще все, вот, мировое киносообщество видит, насколько это невероятно талантливо, насколько это глубоко и насколько это вообще по-новому. И для того времени, когда эти фильмы только создавались, разумеется, это была революция в свое время. Все удивлялись, как человек, находясь в Советском Союзе, мы знаем, какая там была цензура, какие были жесткие рамки, он умудрялся вытаскивать невероятно глубокие смыслы художественные и рассказывая все художественным языком. То есть, многие кинокритики говорят о том, что ему, вот почему он считается гениальным, ему удалось создать свой собственный мир, художественный, в тех жестких реалиях, условиях, в которых находилась на тот момент вся страна. И вот, ну, то есть, он, представляешь, вот он вроде как бы, вот все, и рамки, никуда не денешься. Ну да, никто ничего не может, а он делает все, что захочет. А он взял над этим всем, да, возвысился и с помощью вот этого уникального языка, искусства, смог донести до людей такие важные вещи. Ну он, ну он гений. Абсолютно. А самое главное, что вот сейчас, уже когда прошло время какое-то определенное, полностью переосмыслены же его картины и его гениальность. Теперь, я думаю, что во всем мире знают про Андрея Тарковского. А ты знаешь, что, а может быть, нам нужно сделать фильм на нашем канале? Ты думаешь, что есть смысл сравнить именно вот явление, которое мы сейчас наблюдаем, Димаша Кудайбергена и вот тот феномен, да, Андрея Тарковского, который случился, вот, получается, в Советском Союзе? А еще, ты знаешь, еще почему это интересно будет? Слушай, ну да, он же был революционером, получается, в Советском Союзе, а Димаш, сейчас все его называют революционером в мире музыки. И Димаш сейчас тоже создает новый звук. Но будет еще интересно посмотреть этот фильм, вот, который мы сейчас делаем, например, через пять лет. И вообще посмотреть, какое будет отношение у всех деятелей эстрады мировой к Димашу Канатовичу. Мне почему-то кажется, что у каждого уважающего себя самого высокого уровня артиста, у них станет такой вот знак почета и уважения. Это фотография, где они, например, с Димашем Канатовичем на одной сцене выступали. Или просто, где они где-то там встретились, или, может быть, какую-то песню вместе сделали. И я думаю, что, вот, я почти уверен, что через пять лет это будет большой честью для любого исполнителя. Самого высокого уровня. Вообще это частое явление, когда потомки не слишком сильно оценивают. Вот вроде с тобой сидит. Вот даже во время... Пушкин хотя был, все понимали, что он гений. Но вот в большинстве случаев гениальность, к сожалению, проявляется только спустя несколько, там, десятилетий, а иногда и столетий, когда люди... Оказывается, это вот такого масштаба был человек. Поэтому... Но сейчас, что особенно приятно, во всяком случае, по тем реакциям, которые мы наблюдаем среди вокалистов, профессиональных тренеров по вокалу, мы видим, что они понимают, что это что-то невообразимое. Я знаю, Саша, какую сразу сейчас мысль родилась, какую параллель я хочу провести. Вот в спорте, в футболе, есть вот молодые таланты. Они идут свой футбольный путь и примерно к 27 годам, примерно к этому возрасту, они расцветают. Ну, кто-то расцветает, кто-то увядает. Ну, в зависимости от того, не только от таланта, а от их целеустремленности. От питания. От питания. Там все, там все сильно зависит. И вот, когда мы увидели Димаша на дне независимости, было видно, что он, вот ему сейчас 26 лет, правильно? Что он выходит на пик своей мощи. Например, вот Криштиана, Роналда, Месси, они вот с самого детства, там было видно, что они суперталантливые. Но, прям так, чтобы они весь мир говорил, что да, все, вопросов нет, это номер один. Уже сейчас мы знаем, что многие очень эксперты говорят, что Димаш номер один, но есть те, которые так не считают. Они говорят там, например, вот я бы также мог спеть там. Но это очевидно для тех, кто разбирается в музыке, что это невозможно. Ну, слушай, да, есть люди, которые не могут в силу своих каких-то амбиций признавать многие вещи. Но в большинстве случаев, действительно, все мировое сообщество, мне кажется, уже признало то, что это неоспоримый сейчас чемпион. Или, как мы уже давно говорили и считали по версии Алга Петербург, Vocal King. Да, так и я к чему это говорю-то, что сейчас начнется, мне кажется, в карьере, вот уже в 2021 году, я думаю, что начнется период, когда начнутся сбываться его мечты. Например, мечта о Грэме. И мне почему-то кажется, что в 2021 году очень великие шансы, потому что как раз Димаш выходит на пик. Ну, вот на его выступлении это отлично видно, что он уже... Матерый. Несмотря на то, что все ранние выступления тоже уже видно было, что и многие реакционеры, они говорят, что это необычайно взрослое выступление. То сейчас уже видно, что там вообще никаких вопросов быть не должно быть. Слушай, Вань, ты меня еще на такую грустную мысль навел о том, что если Димаш получит Грэмми, например, в 2021 году, соответственно, он абсолютно станет известен уже на весь мир. И тогда деятельность канала Алга Петербург потихоньку уже можно ее будет закрывать. Почему? Потому что мы же когда начинали свой творческий путь, мы хотели, чтобы об этом артисте узнал как можно больше людей. И мы видели две миссии. Это вот просветительская такая, изучение феномена. И второй момент о том, чтобы как можно больше людей узнали и услышали этого артиста. А получается, ты вот сейчас сказал, если в 2001 году это случится, соответственно, мы можем уже и закрываться. В 2021 году. Мы просто, наверное, будем по-другому чуть-чуть работать. Но если в 2021 году Джон Траволта на китайском выйдет, объявит и Димаш Канатович под оркестром споет Дэйди Дао, это будет, мне кажется, успех. И тогда можно будет сказать, что мы, ну, какой-то там один процент, ну, ладно, нет, одну тысячную процента, может быть, ну, в общем, несли вклад. Ну, пользуясь случаем, тогда хочу сказать, что также стоит, наверное, обсудить новую песню, которая уже давно, мне кажется, стала хитом среди Dears. Это песня «Я скучаю по тебе». Недавно была новость о том, что она была добавлена в агентство Top Hit, это дистрибьюторское агентство, которое позволяет теперь осуществлять ротацию на радио и телевидении этой композиции. И теперь ее официально можно заказать на радиостанции и услышать. Саша, вот ты говоришь на радио, я уже несколько дней слушаю радио «Дача», потому что именно это радио рекламировали и на песни года. Мы сейчас же тоже, получается, да? Да, да. Ладно, тогда давай так. Я вот сейчас слушаю одно радио, дачное. В общем, я сейчас слушаю одно радио уже несколько дней, и там этой песни не было. Поэтому я рад тому, что мы были с тобой на песне года, и там мы ее услышали вживую. Одни из первых. Я не знаю, на дачном радио я вот никак не могу дождаться, может быть, я не в то время слушаю. Ваня, мы поэтому должны сказать большое спасибо еще раз спонсорам, благодаря которым мы попали на песню года и услышали эту композицию одни из первых. Кстати, еще одна важная экспресс-новость. У нас на канале появилось спонсорство. Вот я знаю, что нас спрашивали о том, может ли вы подключить спонсорство. Да, мы сделали это. Вот, поэтому теперь на нашем канале вы видите кнопку «Стать спонсором». И еще я видел вопросы, что для некоторых это сложно оформить спонсорство. Также вы, как и раньше, можете поддерживать наш канал. В описании будет информация, как это можно сделать. А мы будем вам за это сильно благодарны, потому что это большая помощь нашему каналу. И мы должны также сказать про открытие отеля, которое произошло в Санкт-Петербурге. Многие видели и прямую трансляцию, да, но не видели, судя по количеству просмотров, которые я наблюдаю на последнем ролике, это презентация самого отеля. Поэтому, друзья, я поздравляю всех Диерс, теперь в Санкт-Петербурге есть где остановиться, когда Димаш с очередным концертом приедет к нам в наш любимый город. Но там, правда, нужно будет оплатить проживание и заранее забронировать, потому что мест, судя по всему, хватит не всем. Надеюсь, это были все новости к этому часу, Вань. Много, как обычно, но мы отлично справились. Да, друзья, не забывайте, что на этих выходных у нас появится много интересных новых выпусков. И, возможно, продолжение интервью с Кеваном Кенни. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok